Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ. Короткий анонс о том, что будет в нашем сегодняшнем выпуске. 30 лет спустя. Сегодня Россия отмечает годовщину вывода советских войск из Афганистана. Встретились с участниками военных действий наши корреспонденты. Комфортные, мобильные и экономичные. Новые троллейбусы запустили в столице республики. Деньги всему виной. Махачкалинский клуб Анжи теряет еще одного игрока. Подробнее в спортивном блоке новостей. Сегодня Россия отмечает годовщину вывода советских войск из Афганистана. Ровно 30 лет назад последние подразделения армии пересекли пограничный мост через Амударью. Война длилась 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч человек. В этот памятный день с ветеранами боевых действий встретилась и моя коллега Патимат Ханапова. Чувства были хорошие. Там и все ждали этого возвращения домой. Свобода. Как возвращался из войны ветеран Афгана Магомед Агир Муратханов и спустя 30 лет вспоминает, словно это было вчера. На самолете в Ташкент, оттуда в Баку и, наконец, поездом домой. Что станет участником военных действий, он узнал в военкомате. Два учебных месяца в Ашхабаде, потом прямиком в Афганистан, в горный Кундуз. Здесь в Кундузе жара, хоть и север страны. На вертолетах распределили по частям. Кто, куда, как, человек 30. Мы попали в Айзабад, там приграничные зоны вверху, в горах. Дней, может, 12 не прошло. Уже начинаешь видеть разведроты, всякие наши взвода. Привозят, да, видишь трупы, видишь все это. Идешь по горам, когда ходишь, лазаешь, там тоже уже видишь обстрелы, басмачи и все это. Как и на любой войне, с питанием в Афганистане было худо-бедно, рассказывает Магомед Агир. Иногда целую неделю ели только хлеб и пили воду. Бывали такие дни, что и вовсе нечего поесть. Но среди прочих трудностей самым сложным оказалась потеря сослуживца. Чеченец был товарищ, хороший он. Его отправили на точку, но вот там его и убили. Ну, дали ему орден Красной Звезды. Но, жалко, хороший товарищ был, честно говоря. Так и не доехал. Вот так отправили домой и в Угрову. Абдулатип Алиева – ветеран-афганец с множественными ранениями. Два года боролся за мир в Афганистане и около 30 здесь, на родине, ждал своего законного жилья. И вот, наконец, Министерство труда выручает ему долгожданный сертификат. Почти 27 лет я жил на квартиру. Все районы поменял в Махачкале. Снимали съемное жилье? Да, съемное жилье, да. А сейчас, получается, вы впервые в свою квартиру въедете? Первую, да, первый раз, да. Есть у афганцев Дагестана традиция – собираться в Махачкале у памятника воинам-интернационалистам и поименно вспоминать живых и погибших. Спустя время, разглядывая свои демберские фотографии, они признаются, что война научила их многому. В те дни невозможно забыть, как нельзя забывать и тех, кто не вернулся. Всего за 10 лет дорогами огненного Афгана прошли более полумиллиона советских солдат и офицеров. Из них, по официальным данным, около 15 тысяч погибли, пропали без вести и скончались в госпиталях. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала. Тем временем в Махачкале в честь этой знаменательной даты в зале Кумыгского театра прошел торжественный концерт. Участниками мероприятия стали ветераны войны и их близкие. После показа документальных кадров боевых действий перед публикой выступил Анатолий Карибов. Он поблагодарил ветеранов, а также отметил их неоценимый вклад в историю нашей страны. Не обошла стороной афганская война и дагестанский народ. Более 3,5 тысяч дагестанцев приняли участие в боевых действиях. Из них 141 воин дагестанец отдал свою жизнь, выполняя интернациональный долг. Я был свидетелем того, как высоко отсидели афганские граждане этой страны в несении службы нашими дагестанцами там. Они не просто как воины, они просто как внимательные люди. Очень много делали для того, чтобы лучше в свете представить нашу республику в составе советского государства. После официальной части и награждения состоялся праздничный концерт. Перед зрителями выступили солисты с военными композициями, музыкальные коллективы, оркестр и многие другие. Рейтинг самых низких зарплат учителей возглавил Дагестан. Согласно опубликованному Росстатам списку о средних заработных платах педагогов, наша республика вошла в число регионов с минимальной оплатой. Так, рекорд по низкой заработной плате педагогов принадлежит республикам Северного Кавказа, Дагестану, Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. От 20 до 23 тысяч рублей. Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке. Их месячный доход составляет более 93 тысяч рублей. Мусорный полигон посреди двора многоквартирного дома развернулся в Каспийске. Жители, обеспокоенные несанкционированной свалкой, разместили информацию в соцсетях. На жалобу горожан отреагировала прокуратура города. На месте отсутствуют контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. Как следствие, полное нарушение антисанитарных норм. После прокурорской проверки мусор был вывезен. Нарушения устранены и установлены контейнеры. По факту нарушений внесены представления в адрес ответственных лиц. Принятыми прокуратурой города мерами указанные нарушения законодательства устранены. Мусор был вывезен и установлены контейнеры. По факту допущенных нарушений федеральных законов об отходах производства и потребления, об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения прокуратурой города внесены три представления. В адрес главы городского округа город Каспийск, начальника территориального управления Роспотребнадзора по республике Дагестан города Каспийска, генерального директора ООО «Экополис». Результаты рассмотрения внесенных актов прокурорского реагирования находятся на контроле у прокуратуры города. Штрафы за превышение скоростного режима в населенных пунктах могут стать еще строже. С такой инициативой выступили федеральных МВД и Министерстве транспорта. Подготовлено соответствующее письмо для рассмотрения в кабинете министров страны. Также МВД выступило за ужесточение штрафов за езду с подложными и нечитаемыми номерами, а также для тех, кто нарушает правила стоянки и не пропускает пешеходов на зебре. Сейчас, пока размеры штрафов за те или иные нарушения варьируются от 500 до 5000 рублей. Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по повышению цен на проезд в махачкалинских маршрутках. Выявлено нарушение закона о защите конкуренции. Оно выразилось в одновременном повышении тарифов на проезд с 17 до 23 рублей. Компаниями Третий парк, Астория, Трансфлот, Горавтотранс, Современная транспортная система, Новостройтранс и Пилот. Как сообщают ведомстве, перевозчики обязаны были предоставить в антимонопольный орган экономическое обоснование роста тарифа. Из восьми компаний только фирма Автоград сообщила, что не повысила тариф на проезд и не планирует его повышать. Остальные компании предоставили свои обоснования роста цен. У некоторых перевозчиков они были полностью идентичны. В Уфас подчеркнули, что данная ситуация в сфере пассажирских перевозок в Махачкале сложилась из-за того, что конкурсы по отбору перевозчиков проведены с нарушением антимонопольного законодательства. Инновационные троллейбусы появились на дорогах Махачкалы. Они поступили накануне в столицу республики. В церемонии торжественного запуска нового транспорта принял участие Салман Дадаев. Об особенностях машин и их маршруте расскажет Хадиша Курбанова. Теперь троллейбусы не остановятся в центре города по причине обесточивания. Отсутствие электричества не помеха для этих троллейбусов. Новый транспорт может передвигаться без подключения к контактной сети. И это, пожалуй, их главный плюс среди большого количества остальных. Здесь встроенные кондиционеры, улучшенная система обогрева. В салоне установлено видеонаблюдение и даже есть возможность зарядить телефон. Принял и запустил в торжественной обстановке новый транспорт Салман Дадаев. Всего в столицу республики поступили три троллейбуса. Ожидается прибытие еще одного. Закупать дополнительно или нет, будут решать уже после полного анализа маршрутов городского транспорта. Сделайте мне аналитику по каждому маршруту, сколько кто ездит и какой потенциал развития. Если, получается, мы новые машины на линии выпускаем, соответственно, если народ начнет ездить на них, самые такие, получается, для нас важные категории – это пенсионеры, дети, студенты. Как раз таки остальные работающие могут себе позволить и на маршрутку, соответственно. Следом присутствующие осмотрели и оценили новый транспорт изнутри. Глава города поинтересовался, насколько на данный момент актуально внедрение безналичной системы платежей. Вот если это внедрять, если смогут наши пенсионеры пользоваться этим вообще… Ну, у них же, в принципе, есть, у них же пенсия тоже на карточки приходит. Ну да, они не умеют многим пользоваться. Если это внедрить… А сейчас что ими пользуются? Припас пошел, приложил и проехал. Если это внедрить, конечно, будет хорошо. Это уже с водителя какая-то нагрузка снимется. Безналичная система оплаты, как пояснил мэр, важна для введения в дальнейшем социальной карты, которая предоставит льготы школьникам, студентам и пенсионерам. Между тем, пока цена на проезд остается прежней – 13 рублей. И это несмотря на длинный маршрут, включающий в себя центральные улицы города. Новые троллейбусы пополнили ряды маршрута номер 3, который ежедневно курсирует по линии поселок Ватан, ЦУМ, издательство «Каспийск». Качество нового транспорта уже оценили горожане. Экономично. Не столько экономично, столько удобно на нем ездить. Она очень… Такой транспорт. Свободно чувствую себя. А там на маршрутке нагинаться надо, друг друга толкаем. Вот поэтому на троллейбусы я бы советовал всем, чтобы ездили на троллейбусы. Особенно в возрасте люди. Новые троллейбусы – прекрасная альтернатива другим видам транспорта, считают пассажиры. Пока народ с интересом изучает машину, но к удобству и комфорту, как известно, привыкают недолго. Хадижа Курбанова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. О спорте. Владимир Путин накануне посетил комплекс «Югспорт» в Сочи. Президент провел часовую тренировку вместе с дюдаистами. Занятие началось с разминки, а затем перешли к схваткам. Путин поочередно становился в пару с олимпийцами. В их числе были дагестанцы Мансур Ицаев и Тагир Хайбулаев. В соседнем зале глава государства в неформальной обстановке пообщался с борцами. Здесь Абдул Рашид Садулаев попросил президента наградить медалистов чемпионата мира в Венгрии, а также всех тренеров сборной. Путин, в свою очередь, пообещал отметить успех борцов. Зашел глава государства и к боксерам. Они в эти дни усиленно готовятся к чемпионату мира. Ванжи очередная потеря. Клуб объявил об уходе защитника Джона Чансильора. Венесуэлиц подписал контракт с катерским Аль-Ахли. Сумма трансфера не сообщается. Игрок провел в составе махачкалинцев 17 матчей. Известно, что он был недоволен длительными задержками зарплаты в клубе. Эта причина стала главной, почему футболист искал новую команду. Ну и к этому часу все. Оставайтесь на нашем канале. Смотрите нас также в YouTube и в Instagram. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»